Не скрывает своих поэтических амбиций как шестисерийного шпионского триллера. Сериал FX – это нестандартная шпионская история. Это о длинах, на которые должны идти женщины, чтобы управлять своей судьбой и маскировках, которые они используют для поддержания автономии. Тема едва скрыта, в конце концов история ставит женщин на позиции, часто занимаемые мужчинами. Тема переходит в объяснение, почему Элизабет Мосс Имаджен, вдохновленная Шекспиром имя, так хороша в том, что делает. Ее методы не требуют кровопролития или пыток, хотя она вполне способна нанести тяжкие телесные повреждения. Она не Джеймс Бонд, кто входит в каждую ситуацию с непроверенной бравадой и стреляет. Она – социальный игрок, вмешиваясь, заслуживая доверия у кого угодно, кто является ее целью, и заставляет их открыться ей. Вот почему ее миссия – заставить Аделу Эль-Идреси, потенциального боевика ИГИЛ, рассказать, кто она и на что способна. Отличительная повествовательная призма Стивена Найтов в Уали подчеркивает важность диалогов и взвешенных выборов, которые делает Имаджен, стараясь завоевать доверие Аделы или раскрыть правду о возможной террористической угрозе. Хоть в шоу и присутствуют обязательные боевые сцены и душераздирающие действия для поддержания динамки, наиболее захватывающие моменты происходят, когда эти две женщины, зеркально отражая друг друга, вступают в психологический поединок, чтобы достичь своих целей. С такой динамикой Вуали не может достичь успеха без Элизабет Мосс и Юмны Марвен. Основа для взрывающегося экшена, который будет держать зрителей в напряжении, была заложена в первом очень волнующем эпизоде. Вскоре после того, как Адела покидает лагерь, Имаджен начинает расспрашивать ее о пути от модели до присоединения к ИГИЛ. Адела отвечает, раскрывая, что все женщины и девочки-вракки были пленницами, которых боевики использовали. Однажды она применила шанс, освободила Езидок, а затем сбежала. Сняв никап, она начала работать в лагере беженцев и оказала влияние. Адела предупреждает, отправится в лагерь Эдип Хоид, Имаджен убьет ее, они знают о ее помощи. Офицер DJSC Магрит говорит агенту Малику о командирше ИГИЛ, связанной с прорывом разведки в Сирии. Магрит полагает, Адела – единственный офицер ИГИЛ, и в ближайшие дни ожидается удар по западу. Малик уверяет Магрита, что Имаджен узнает, кто такая Адела. С другой стороны, американский агент Макс Петерсон Имаджен и Малик обсуждают отношения. Беспокоит свобода передвижения Имаджен рядом с Адела, с высокопоставленным членом ИГИЛ. Он и агент Малик DJSC вступают в яростную конфронтацию. Начинают драться, но вмешиваются военные. Они шокированы, узнав, что дерущиеся – чиновники. Имаджен переживает воспоминания с мужчиной, когда Адела спрашивает о прошлом. Имаджен молчит и утаивает детали, говорит, что потеряла что-то, и интересно почему. Когда Адела говорит, что ее убьют в Эдипкро, Имаджен решает ехать через Стамбул. Позже Имаджен общается с Маликом, который спрашивает, выяснила ли она, кто на самом деле Адела, Имаджен отвечает, что еще пытается узнать. Малик упрекает Имаджен за невыполнение инструкций, но она и Адела готовятся к поездке, игнорируя его. Созревает предположение, что в следующих сериях раскроют истинную личность Аделы. Несмотря на тени прошлое Аделы, Имаджен, опытный агент, намерена ехать вместе. Сериал, судя по всему, имеет все, чтобы удержать внимание зрителей. Интересная деталь. Окажется ли истинным решение Имаджен отправить Аделу в Стамбул? Имаджен и Адела отправляются в непростое путешествие до Парижа в эпизоде «Долина». Аделу именуют Джин Аль Ракка, но Имаджен, опытный агент АМА-6, обещает ей помощь в пути. Но с точным определением личности Аделы, у Имаджен возникают сомнения. Имаджен решает не сообщать Аделе о своих подозрениях. Вместо этого, она следит за Аделой, собирается информацию о связях с ИГИЛ. Адела не осведомлена о истинных мотивах Имаджен. Адела предлагает, что Имаджен ей помогает. Вместе находят фальшивщика паспортов и организатора спасательных переездов. Адела предлагает фальшивщику 10 тысяч и дялость. Неохотно, но Сумма убеждает его помочь ей. Он готовит документы для ее переезда в Париж. Имаджен говорит, что они будут ехать автобусом до Софии, а потом лететь в Париж. Имаджен слышит разговор Аделы с дочерью и их тесную связь. Имаджен ищет подтверждение связи Аделы с ИГИЛ. Она думает, что Адела может быть главарем ИГИЛ. Кто она, пока неизвестно. Адела – главарь ИГИЛ, или в ее истории больше. Результаты исследования покажутся потом. Адела – главарь ИГИЛ. Продолжение следует...